он такой довольно задротский там надо очень долго сидеть выверять все чтобы нормально в нее играть не идти тупо на пролом стреляя там проходя уровень за пять минут типа я уверен то что это будет не так уж и сложно потому что там оружие довольно пробивной хитмане ну в контракте во всяком случае во второй части в контракте в клуб мане тоже но как таковой хит монета его скажем так его так не играют надо там сидеть вымерять эти пути как враги идут и все такое бля у меня осталось четыре с половиной тысячи патрон правда я убил человек 300 наверное уже из этого блин миниган может хватит а он наконец-то он же сообщает мне сказать что у нас все клево да не выебывайся отебись не снимаем не бронь стреляй по машине все уйди фу бля фу нахуй как говорится я просто не могу это отвратительная идея просто составить а если я это еще и без минигана дело если бы я это делал с обычным там м4 у меня бы конечно патроны на него не кончились и я бы все равно сделал это но я бы потратил на это очевидно намного больше времени чем так так что до последняя миссия зовет с кем-то игры да какая разница с кем-то мне в кс гоу я считаю в принципе то что это игра то не особо хорошая она уже устарела во всех планах уже очень давно типа если я сейчас хочу в пвп какой-то этот фпс поиграть то это очевидно будет не кс гоу это будет какой-нибудь не знаю там потла четвертая modern warfare ну или чё там сейчас новая call of duty black ops какой-нибудь 2 но не кс гоу кс гоу слишком слишком старый ну чё последняя миссия конченая остановка садитесь в машину свита последняя миссия в игре наркоубежище бит с молка шури из лос-санто я ровно езжула форс самодопармит это урага и искали с детьми кем-то либе партнер сайн бакаре скормы пейплей брон мать испугался просто что если сейчас если я эту последнюю миссию на таком это же наши кухонь и по нам стреляет но я не знаю что ты за это но я должен идти вон что? смок играл мне 10 пенни играл мне играл мне песня да ты прав я был бустер, когда моя семья мне нужна я оставил бриан умер это для него для мамы until down это эксклюзив на плойка 4 к тому же это хоррор я не играю в хоррор найдете мне хоррор типа алана вейка ну алан вейк не хоррор но если найдете подобную игру то пожалуйста но подобных игр насколько я знаю нет но алан вейк охренителен да но подобных игр в принципе нет типа алана вейка текстурки на одном месте которая сейчас раздолбанным будет не ну ты гей чувак я могу тебе сказать ты просто гей взял единственную тачку в городе и типа блин фир не возбуждает не играл алан из dark не похоже hand of fate хорошая игра даже не знаю что это можно будет посмотреть потом скриншотиком как минимум тихо не стрелять меня блять вы с ниггерами пристал я тоже ниггер хреновый аргумент вы с другими ниггерами перестреливать блять терять треть броника конечно на таком моменте такое себе че переверну машина будет весен выход слева прикольно первый этап охраняемый склад ну че пошли чем выпрыгнет сейчас кто-нибудь так и знал сука отсюда а тут тупичок все прям горой за биг смоука стоят смотрите-ка эх зря я броник ты сразу подобрал ой как-то но быстро взорвалось и много не ожидал есть броники ребят это свой единственный просрал по всему нету обидно компьютерная игра австралийской компании разработчика экшен рпг с коллекционной карточной игрой ни капли не похожи на хс меня и на хс-то не особо долго хватило я к нему возвращаясь периодически поугарать но опять таки ненадолго чё не говорите мне что это ради дробовика и хпшки дробовик я конечно возьму но серьезно нарко лаборатория профиры так на этот раз я не буду так поступать типа то что броник сразу брать может глядишь вернусь почему него в нарко лаборатории голые мужики бегают это нормальная до тема не серьезно я не пойму это типа чтобы одежда у них не про это вался это как в брейкин беде да чтобы у них одежда дерьмом не провоняла всякими не пропиталась что они типа снимают ее полностью пуля сейчас по если я еще умер от этой двери было бы прям весело в меня кто-то еще стрелял мне не был кто а вот ты наверно профир подумать ну я слышал много отзывов про первый фир я сам в него никогда не играл но уже давно в те самые бородатые времена когда фир еще был актуален мне его советовали у меня как-то руки не дошли зачем там бочка кто-то выбежит кто-то зарезается прям перед этим в случае взорву а то мало ли так идти направо окей я так полагаю это третий этаж на апартаменты балласов говорите лучше третье типа знаете вообще большинство мнений которые я слышал как раз таки говорят о том что фир лучший первый самый лучший все остальные довольно слабые блин прям даже много захотелось самому испробовать конечно со стороны вот это вот прохождение с миниганом выглядит немного не то не честно это сейчас чё было это в меня из дробовика попали привет детка как дела мне понравится именно 2 и 3 почему такое предположение то что мне именно 2 3 не 1 понравится если все их хает встретите с big smoke я встречусь big smoke я так с ним встречусь а вот и он главное чтобы они сейчас у меня оружие нет не за не поменяли амир тейкер джо бэдэс генома тейкер джо брэнс на полис Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 или нет вот в чем вопрос ёб твою мать не но это вообще не серьезно из-за этого дерьма совсем уж ничего не видно да возьми ты огнетушитель гиблан это на самом деле не обязательно через этот огонь можно благополучно и пробежать я к сожалению не вижу ни хера и за камерой и вообще вот вижу сейчас этого ублюдка убью еще кто-то стреляет всех не перебить или перебить если блять увидите но поскольку я не вижу они еще и стреляют низ каких-нибудь пукалок блина из калашей который много отнимают а то и земок жаль выстрел из ракетницы здесь не это тебя про сталкера ваще забудьте никогда никогда у меня никогда сталкеры не будет уж ссори если вы фанаты но нет не у меня снизу пройти этот всех убил я течишь так с экраном то нихера же не видно типа я понимаю огонь и все такое ну когда тупо не видно куда идти это уже не так весело о как удобно то что они рисуются так ну я не знаю чем там тушит мне вниз еще вроде как надо а я вижу твою голову чувак когда больше ни хера не вижу можно как шварценеггер конечно в терминаторе вот они похоже меня видят где-то наверху ну и сердце с ними на самом деле вот на этот момент тысячу патронов примерно набрать и на пулемет и в принципе этого хватит я думаю конкретно вот на эту часть сталкер до сталкер говно просто переоцененная литая говно вот чай про сталкера думаю только но он как метро короче только еще хуже ну и правда то в том что сталкер только в россии до но ближайших странах наших более менее популярен а во всех остальных странах его вообще не воспринимают всем насрать на сталкеры и вообще не существует как игры но у нас он такой культ возведен то что очень все кат-сценка я заре спился посреди огня ну и чё самое веселое собственно погоньки погоньки ох сколько я на них фейлил то свое время на этой самой последней погоньки миссия идет минут 20 ты на 21 лажаешь и заново 20 минут мазафака писав щит еще поехали что надо уяснить это важно на самом деле в этой миссии это то что не нужно пытаться поймать братана раньше времени надо просто следовать за ним потому что когда он должен будет упасть он упадет а сейчас надо просто ехать за этим тн пенни все и пытаться выжить блять потому что здесь все плохо повсюду повсюду плохое управление повсюду кочки и чуваки коктейли молотова под машину кидают что конечно не очень критично но и не очень хорошо вот об этом я и говорю еб твою мать ладно это вроде как не сильно дамажит машину хоть что-то хорошее не на объективно конечно я мог бы уже прямо сейчас догнать его и попытаться даже расстрелять на том повороте но это естественно невозможно даже здесь его типа нельзя еще поймать он не отпустится даже если я плотную подъеду проблем в том что когда его надо будет поймать вернее можно будет поймать это зачастую не получается сделать блять нет ни столб никаких столбов сука из этого огня столб не увидел так поезд вообще-то конечно забавно смотреть как это как пожарная машина такая огромная тяжелая махина на миллион тонн состоянии так быстро разгоняться и скорости по набирать так вроде где-то сейчас надо уже можно будет его ловить если не ошибаюсь он там коп какой-то вылез а но он же говорил про шестерки какие-то типа его шестерки это копы вот надо твою мать давай 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 братан живи нет нет не хочу его сбить нет только не сбей братана блять а а 2 а а и а и и и и и и и плохо все плохо блять я говорил что это самый сложный момент у той сраной миссии ладно я сейчас более-менее я сейчас более-менее это представляю это насколько в общем то патронов у меня достаточно в мини-гане и насколько хп снимают враги и мне в принципе должно на все хватить и так там быть мне на все должно хватить патронов и хп но это все из-за этого блин поворота он туда свернул а потом резко свернул направо и мне пришлось по другой полосе ехать я за этот момент за это время как раз таки должен был поравняться с ним нормально чтобы подстроиться под его сраную все печально для у них есть такая машина не стояли перестреливались и вообще на все насрать сама ты идиота бля печаль беда теперь представьте без этого без мини-гана это все проходить давай я помню что-то отсюда выпрыгиваешь так нет наверное это все таки плохая идея если мне не хватит по итогу под конец патронов это будет прям мега тупо выглядеть хотя должен охватить на самом деле ну хер вас мало ли дерьмо случается как говорится ведь как тут оказался куда убежал куда убежал как там хп-шки дробовик последний рывок на самом деле а 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 пробивание нету пробивание укрыть имею ввиду попытка номер 2 да ну сейчас если сильно не затоплю то по идее должен пройти потому что когда ты братана ловишь на машину то все там считай на этом прохождение миссии практически заканчивается все остальное довольно легко все остальное довольно легко ну в огне можно еще них слабо грести почему интересно владение этим пулеметом не повышается типа дальше некуда и чем тут еще кандон какой-то тут еще вот это вот пережить нормально вот этот момент нормально пережить который с огнем это нихера не видно надо просто там внизу всех убить и проблем практически не останется он мертвый уже мертвый уже чувак кстати забавно вот эти неписи умеют по 2 этих стрелять я нет из 2 узи я не умеешь 2 узи стрелять мало ли пригодится почти 6 часов стрима дну нормально так а я огнетушитель взял а вот надо короче каким-то херовым образом их всех внизу перебить вот прямо сейчас мне это сильно облегчит дальнейшее прохождение всех перебил может кому посветлее на максимум яркость на максимуме в оконном режиме это марки но в оконном режиме это максимум игра выглядит так как она должна выглядеть то есть это же тоже своего рода читерство если ты в темном моменте выкручиваешь этот я конечно забудил патроны для минигана но я ведь не читер тухни сука почему она не тухнет вроде тухнет по чуть-чуть слишком медленно хочу быстрее так ладно это уже не нужно чисто с одной стороны можно я просто не помню как я в тот раз шел как-то так и шел это не подгорел так там вроде больше тушить ничего не надо вот это конечно неприятно не вижу кто там сверху ну тут вроде уже это да но нет броник броник не совсем финал но тоже неплохо тушить все таки надо может на землю надо лучше наводить ну то есть это логично но как все равно очень медленно 여 ты и и у и у и и и и и у и и и г и и и это у нас не пропускается с кастетиком бежим по какой-то причине мы будем надеяться что сейчас выйдет лучше чем в тот раз ну в принципе да я знал то что с первого раза я не пройду эту миссию все-таки финальная миссия игры она должна быть сложной не правда ли она помимо то что сложно еще и довольно долгая главное аккуратненько ехать без башни ехать надо уже тогда когда хватка появится у свита пока в основном аккуратненько без всяких крутасов и тому подобного а вот да и вообще почему он умирает мне кто-нибудь расскажет вот смысле братан наш какой причине такой он умирает от такого падения так ссоре не могу сейчас прочитать то за фола вился или хреновый коктейль щеки типа автомобиль едет не на такой уж большой скорости ну сломает он себе пару ног какая разница важно ведь именно то что я остановлю этого смолка разве нет разве нет и нас должно волновать в первую очередь мы же поэтому по железной дороге поедем еще рано для этого ну окей чуть позже поедем по железной дороге да тут этот мост и этот коп мне естественно сейчас помешает ты откуда тут взялся блять мать твою балла с хренов вот он остановился просто нам на ноль километров скорости просто братан отпускает это отпускается и все так сейчас налево резкий поворот да чувак я раньше тебя повернул ни хрена себе но скорость разогнал за полсекунды до 100 миллионов метров так сейчас нет еще рано да сейчас все ехать едем 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 нет хорошо хорошо сейчас практически невозможно просрать но я могу я могу верьте в меня я еще могу просрать час расплату пришел отличный я так я убил одного копа не могу убить второго копа еще не заскриптованный он видать водилу убить я так понимаю нельзя вот этот второй типа легко убивается полным еще и вражеская банда помогает не ломай машину мразь до водилов вообще хотя нет вроде убил как-то совсем уже близко я к нему находился а он в текстурах стоит вообще не честно у нее мотоциклисты хватит поворачивать так много тяжело мне повороты входить лол а мы меня можно на мотоцикле также делать все нет ни фух сука мне показалось что фух но прикольно но оказалось что не фух не подъезжай ко мне не взрывайся рядом со мной хорошо еще не фух выдохнули вернее вдохнули не надо выдыхать только не взрывайся рядом сам машине взрыв не наносит урона тогда все хорошо и главное по улице коп идет ему вообще на все до фени пум 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 шлюху убить не получается все он лузен контрол fire depth слезы счастья да да это конец гата сан андреас собственно да выбор был на самом деле в последнем месте либо забудет патронов нами не на этот на миниган либо выполнять миссии на пожарке чтобы огонь не коцелу я мог просто быстро пробежать это легко вот но я выбрал не то не то менее тупой вариант что проходить миссии на пожарке совсем впадло а вот обуздывать миниган я т.к. т.к. а дуумаешь контрольный может жахнуть Так, на всякий случай. Чумодан с деньгами надо забрать. Не зря же старались. Ты такой раунд покрутил вокруг пашки у него. Ну что ж, типа, да, типа. Ты что, кучка ниггеров, которым принадлежит весь город? Смотрите продолжение в следующей серии. 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 Вам спасибо за то, что, собственно, были на стриме. Спасибо всем, кто сегодня подписался на канал. Смотрите продолжение в следующей серии. А это уже вчерашние пошли. Ну и ладно, вчерашним тоже спасибо за то, что... Жмите follow. Как у одного, собственно, стримера написано follow, это православно. Мы же все православные здесь люди. Так что, да, Vice City будет, но на самом деле... Нужна такая передышка от GTA, потому что... Не думаю то, что я в Vice City захочу прям так же задротить по 6 часов в день. Но, как минимум, миссию с вертолетиком в Vice City надо будет поиграть. Посмотрим, с какого раза я ее пройду. Не думаю, на самом деле, то, что прям... Буду с ней париться. Она определенно... Очень плоха, определенно отвратительна, но... Вполне себе проходима. Так же, как и какая-нибудь гонка в мафии. Ну, гонка в мафии сложнее, окей. Наверное. Я до нее не дошел в первой мафии. Так что... На сегодня, наверное, закончим. По стримам. Ну, пару идей мне сегодня подкинули. Надо будет проверить. Тот же Fear, тот же... Я уже забыл что. Но, может быть, вспомню. Надо будет все это посмотреть, просмотреть. Что, как. И завтра уже будет, собственно, следующий стрим. По какой-нибудь новой игре. Потому что все старое уже пройдено. Что, будем досматривать эти титры? Я не знаю, они что-то бесконечные какие-то. Звукорежиссер супервайзер роликов. Наверное, смысла нет их досматривать. Там, скорее всего, в конце просто этот... Вылезет. Ну, да. Тут даже на такой... На заставке, на финальной, в титрах. Текстуры не прогружаются у зданий. Как мне это нравилось. Вместе с самолетиком. Да, все. Все. На сегодня стрим, собственно, окончен. Всем спасибо за внимание. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...